ребята всем привет как у вас там есть новогоднее настроение если его нет я вам сегодня его обязательно обеспечу потому что хочу выпустить новогодний влог вы увидите мои новогодние съемки разные новогодние мероприятия интересные дуэты в общем все чтобы по-настоящему ощутить новогоднее настроение наконец-то подготовиться к праздникам а праздник с чего начинается с настроения хочу поздравить вас с наступающими или уже с наступившими и пожелать вам чтобы 24 год был мега позитивным добрым чтобы вы были здоровы чтоб вся ваша семья и близкие были здоровы спасибо всем кто меня смотрит кто меня поддерживает кто голосует за мои песни за мои клипы 23 год был для меня конечно же удивительным плодотворным и очень интересным а сколько еще быть впереди ждите скоро вы столько всего от меня услышите увидеть поэтому желаю вам приятного просмотра отличных праздников берегите друг друга любви вам искренней и такой все объявляющий целую вас мы сейчас едем на мосфильм и будем снимать голубой огонек я знаю что многие люди сейчас нелестно отзываются голубом огоньке а кто-то продолжает его смотреть вот вопрос пишите мне в комментариях кто смотрит голубой огонек какое ваше отношение вот если спросите меня да какое мое отношение к нему то я считаю что это уже такая наша традиция российская традиция новогодняя знаете но как-то без этого и новый год не новый год как-то сразу прилично стало правда какие ожидания от нашего дуэта ожидания спеть все слова вовремя да кстати есть такой сейчас я тоже повторю это ладно это вообще дело 35 не важнее просто слова не забывать вот ты песню эту знаешь а я эту песню ни разу не пью знаешь и свои собственные песни забываю через раз слова вот хотели чтобы были вот так но я предполагаю что лучше будут красные шляпы я надеюсь нам их одобрят все мы записали три дубля сидим ждем сейчас когда нас позовут за столики сказать тост а может просто так поулыбаться в камеру да и который переоделась я в красном она в белом будет на сегодня мы красная белая знаете о чем хотели сейчас поговорить о том что нас с викой постоянно спрашивают как вы так хорошо сохранились мне скоро будет 37 февраля вики 36 в следующем году 37 в мае мне тоже будет 37 я сегодня спрашивала сама вику сколько ей лет она очень молода выглядит правда так же как и ты выяснилось что нас обоих спрашивают одно и то же ну как же так что вы делаете на самом деле вика давай я уже правду скажу давай говори мы делаем себе операции уколы просто этого никто не знает и не видит а еще мы пьем кровь девственников младенца не детстве во-первых мы но если серьезно мы выяснили с викой что мы из северов я из уралья и якутии да из якутии вообще еще дальше чем я я думаю это тоже как-то влияет плюс гены у тебя мама молода выглядит да у меня тоже мама очень молода выглядит генетическая тоже составляющая важно плюс мы сами по себе не злые люди но это не точно вот сколько я вику знаю она всегда человечная простая только но и все время в гримерке ныть я тоже люблю это нормально у всех творческих людей вот это лишь бы поныть чтобы вот экшен какой-то происходил вот а так то просто я думаю изнутри все идет плюс правильно питаемся вика поджирая конфеты сейчас забивая кипяточком на секундочку то что правильное питание тоже влияет очень влияет вообще мне кажется на самом деле надо просто смириться с тем что мы все не вечные и мы все когда-то повзрослеем и наше лицо с этим тоже повзрослеет и я считаю что это должно быть просто естественно и прекрасно еще мне нравится что ты не делаешь никаких укол ни разу не делал я тоже вот понимаете берите с нас пример девочки все не будете делать ничего не укола молодые девочки которые обкалываются все они выглядят старше чем они выглядят на 50 ребята простите сколько сегодня песня года событие на котором я не было наверно лет семь если не больше я получаю премию за песню желтое такси я не могу поверить если честно большое событие для меня моей семьи и команды лежала она у нас года два наверное демо версии мой муж шаршинов наиграл ее по моему то ли на гитаре то ли на пианино было этот припев который вы знаете а куплет был другой и он мне не нравился вот когда мы начали записывать альбом стихия мы достали эту песню и я честно сказала что мне не нравится куплет и мы дали эту демку нашим ребятам белорусам они переделали куплет мне очень понравилось песня стала звучать свежее более эмоционально даже я обсказала и все сложилось и аранжировка классная даня бабичев сделал знаете когда все складывается и получается хитовая песня которую я очень люблю я обожаю желтый такси едем в гримерку а там еще меня ждет григорий викторович лепс но об этом позже еще не все у меня будет куртка вот такая комплект желтое такси я тогда счастлива что я это сделал нас еще сколько всего не расслабляемся лет и ребята написали а припев остался неизменным мы точно не ожидали что увидимся на песне года пожелание чтобы каждый год была традиция появляться на песне года вот такое пожелание ура диплом торжественно скажите а ты что гордость распирается ребят нам мало спали естественно после песни года на слады поехали поесть и поели это уже было час ночи полвторого потом нужно было собираться уже в питер результате спал где-то четыре часа сейчас вот будем всю дорогу мне кажется храпеть ну вот собственно мы пришли в гримерку нас привели мы вместе с группой добро они будут вот здесь в огромном не знаю чем они тут будут заниматься может быть на а или как гонять много лет спасибо что голосовали за юлию хитбара я она здесь на сцене я впервые вообще буду получать дорожного радио поэтому я паспорт вот все спасибо слушателям все готово новым годом не подышит этот праздник на земле желтое такси радиоволна просто увези сама не знаю куда она такая тяжелая вообще поздравляйте это моя первая награда дорожного радио и я уже со сцена поздравляла но я еще раз скажу что эту награду я посвящаю всем авторам этой песни прежде всего моему мужу варшинову а потом мы ребятам белорусским нашим позывной и дани бабичи у которой в общем-то сделал эту аранжировку свел все отмастерил ну и естественно вам посвящается зрителям слушателям которые голосовали столько недель мы были на первом месте на дорожном радио это конечно удивительно поэтому вот и вам тоже посвящается и и а а а а а а а и а а и а любви и хорошего настроения пусть сам и сам и скептики поверят чудо. Ведь чудо это мы с вами! Слава Богу! Мы выдвинулись на Муз-ТВ. Все очень недовольны сегодняшней ситуацией на дорогах, как вы понимаете. Пишите мне в комментариях, кто любит снежную зиму. Я. Нет, мы ее терпеть не можем. Мы с Владой вообще не любим зиму. Пишите в комментариях, кто ее не любит так же, как мы. Шел следующий день наших поездок на машине. Нет, ну реально сегодня все стоит. Причем из одного конца Москвы в другой. Отвратительно. Я засыпаю, если честно. Ободриться не хочется уже. Вы не поверите, мы только что доехали. Как будто я неделю еду уже. Здесь пробки, тут пробки тоже, е-мое. Просто голова уже раскалывается. Но сейчас надо выйти. Как будто мы не устали ни разу. Желтая такси, радиоволна, просто увези сама, не знаю куда. Я так не хочу, я тебе клянусь, больше не вернусь к нему, я больше не вернусь. Желтая такси. Их-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Снега, как снега. Снега жесть, мы с самого утра в этих снегах, понимаешь, с самого утра. То есть, ты свободна? Да, я свободна. То есть, тебя можно похитить? Смотря куда. Все, до свидания, Юли нету тоже с вами. Ребят, привет. В общем, мы же с аэропорта заскочили домой. Я вот еле живая, красилась. Наполовину засыпаю. И сейчас мы едем на новогодний концерт. У меня дуэт с Хабибом. Кстати, прикольная песня, которая у меня одна из любимых из детства. Расскажи, Снегурочка, где была? Я наконец-то добралась до места типа гримерки. Это, если что, это я. Здравствуйте. Ну что? Ты уже села? Нет, я готовлюсь вообще. Что будет? Маяковского. Здравствуйте. А можно вас снять? Да, да. Это же легендарная Диана Анкудинова. Легендарная. Ну, это мягко говоря, мне кажется, даже более грандиозные слова должны быть. Что мне это говорит? Очень приятно быть в одной гримерке. Наконец. А ну расскажите, как настроение там, какую песню вы будете петь? Я буду петь авторскую песню с Брэндоном Стоуном, нашу, с ней. А-а-а. Такой сюрпризик. Ну да, сегодня же дуэт из Брэндона. Да. Ну, желаю удачи. Взаимно. Как вам моя корона? Ассоциация со Снегуркой есть. Это уже самое главное. Мой напарник меня ждет. Привет, я уже все роллы съел. Но тебе еще немножко чекарство. Спасибо. Мне такое нельзя. Можно на прыгыши, не знаю, там... Давай потанцуем вместе. Вот это все. Вот так вот, да? Да, да, да. Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? Ну, я, конечно, еще не дедушка, но как бы... Это добрый персонаж, который мне очень компонирует, поэтому я рад, что я стал Дедом Морозом на этот концерт. А я Снегурочка. Вот выступали, я уже даже переоделась. Но день еще не заканчивается. Я еду на примерку. Там много всяких еще мероприятий, будем одеваться. А вообще классный номер у нас получился с Хабибом. Я прям реально в восторге. Он такой молодец. Такой актер он. Мы едем в лайф-арену, мы уже почти доехали. Удивительное рядом. Знаете, с кем я буду петь дуэт? С Лепсом. Та-дам! С Григорием Викторовичем Лепсом. Рождество с Лепсом. Вот очень много дуэтов будет сегодня. Григорий Викторович позвонил мне сам. Для меня это, конечно, большая честь. Я как раз была, помню, в Питере на концерте, на сольнике. И вот он мне звонил и... Давай, слушай песню, я прислала. Я говорю, как, куда, что, зачем? А я как раз на чеке. А чек-то... Ну, определенное время. И мне нужно быстро-быстро отчекаться. Еще песню надо быстрее. Ну, в общем... Я, честно скажу, я давно очень хотела дуэт. И вот... Та-да! Привет! Да, я тебя тоже снимаю. А ты здесь не ходишь? Конечно! О, мы с шаманом. Короче говоря, все намазали. Спину намазали. Это выбрали. Сейчас еще вот эти наденем. Ромашку в руки. И пойдем... Успокоимся. И пойдем на прессу. Где-то приехала переписать вокал. Где-то по эмоциям что-то обсуждали. Ну, то есть, это была такая творческая, взаимная работа. Итак, я уже за кулисами. Осталось два с половиной номера до моего выхода. Или я садишь. Все, ребята, я от выступала. Боже мой, я не могу поверить. Я в шоке. Эмоции зашкаливали. Я там так оторвалась на сцене. Вот не знаю, как это выглядело. Но я как спиной повернулась. Как начала вот это вот свое любимое. Ой, надеюсь, понравится. Но я, как и обычная огненная женщина, не могу просто стоять на месте и пить. Вы же понимаете. Но народ очень круто принял. Как только Григорий объявил меня. Он прям, вау, такая вот моя история. Так что спасибо всем за поддержку. Спасибо всем, кто кричал, поддерживал. Вообще спасибо, Григорий Викторович. Вам отдельное спасибо. Я очень счастлива.